В январе 1919 года в Сергиевом Посаде состоялось учредительное собрание работников печати. С этой даты районный союз журналистов отсчитывает свое столетие. По этому поводу в Крывеческом отделе музея-заповедника открылась выставка, отражающая время. В экспозиции газеты начала прошлого века и журналы. Например, электрификатор мысли издавался военной электротехнической школой, облуждающей огонек участниками одноименного литературного кружка школьников. Представлена на выставке и реконструкции кабинета главного редактора газеты «Вперед» с 40-х годов. Интерьер именно рассказывает о военном времени. Создавая этот интерьер, мы, конечно, пользовались старыми фотографиями. Это, прежде всего, лампа 30-х годов, это чернильный прибор, который мог использоваться. Он не кричащий, не какой-то чопорный. Это счеты. Долго мы думали, почему же здесь лежат счеты. Вот для чего журналисту и даже редактору счета. Версий было очень много, но мы поняли, что когда происходит набор газеты, чтобы не ошибиться, чаще всего считали количество знаков. Печатная машинка и фотоаппараты, энциклопедия, бюст Ленина, беломор и чайный стакан. Сегодня рабочее место редактора выглядит иначе, только, пожалуй, чайная чашка по-прежнему на месте. В современном СМИ будет посвящена экспозиция в музейном комплексе «Конный двор». Благодаря нашим коллегам-журналистам, благодаря союзу журналистов, которым посвящен этот проект, мы смогли получить и вот такой современный срез с 90-х до нынешних времен. Проиллюстрировать работу современных СМИ не так просто, ведь иногда мобильный телефон может заменить и диктофон, и фотоаппарат, и в крайнем случае целую передвижную телестанцию. В витринах много наград, полученных редакциями газет, телеканалов, радио. Почувствовать же атмосферу кипучей журналистской жизни можно будет на открытии выставки. Они писали «Времени портрет». 1 февраля в 15 часов здесь ждут журналистов и тех, о ком писали или будут писать местные издания. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».